здрасте друзьям и враги давно не было извиняюсь я разговаривал по телефону не мог вот так сказать ну рассказывать вам о каких-то определенных но вещах вот то есть ну я думаю вы сами все понимаете поэтому сегодня я бы хотел наверстать упущенное посмотреть ролики gta сампьютеров да и вообще я всегда смотрю ролики gta сампьютеров но иногда я пропускаю некоторые дни приходится наверстать упущенное приходится там делать какие-то вот идет ну знаете прочие вещи вот поэтому я думаю ну да давайте начнем сегодня будем смотреть моего дорогого друга ричи галия не всем привет больше привет на игроков а если огонь и 80 процентов офигеть в том что они играют с читами ажа докажу вам это на примере аризона рп чендлер я провел админскую аризона рули play феникс кстати айпи описание мой никнейм тоже там и все остальные вещи как бы ну тоже там я думаю должны все это понимать спираться в ходе которой я все это и спалил и выяснил смотрите до конца ставьте лайки приятно про так мы все сделаем пинуют ведь и кустах находится реальная точка спавна клада сейчас прошел то есть вот эти вот клады какие-то на аризоне появились опять закладить контента вся пошла ну конечно что игроки сейчас поедут искать новый значит что игроки сейчас поедут для военкомата лэш гекла повестки и вот посмотрите как раз таки игрок house информер 740 добрался я встал я полностью невидимый я не где-то под текстурами или наоборот на большой высоте меня просто здесь нет но при этом я вижу все что тут происходит и есть первый игрок а то есть счетами он с ней фернандо йокер в данный момент в наших кустах нет никакой ловушки нет никакого фейк клада я специально ничего не положил чтобы вы посмотрели и запомнили вот так вот игроки чекают кусты в которых нету клада просто проехал на велосипеде и поехал дальше не слезая не надевая маску не доставая лопату еще один игрок подъехал велосипеде быстренько прочекал кустики и не слезая поехал дальше к следующим точкам и следующий точно также заехала посмотрел ничего нет и поехал дальше повторяется один тот же сценарии подъезжают мотоцикли на велосипеде быстренько проезжать maz�� лист на велосипеде что ничего нет и уезжай мотоцикли мотоциклист на мотоцикле а взял да же самое подъехал чекнул не вылезая зма убечатso дальше но вот у него хоть что-то такое знаете по лесу что браток до этого просто это не знаю вот сегодня мы посмотрим на читеров сегодня мы сделаем то дези делам это ужасно браток ужас нова такой же сценарий уже почти с десяткой р devrait Отлично, Тарантино, там, так сказать, Тарковский, все наши пацаны. Но проехал и ни один еще не слез со своего транспортного средства и ничего там не чекал. И тем более не брал маску или лопату. Итак, мы же не посмотрели, как игроки чекают пустую точку. Ну классно. Это более ровно одна минута. И на этот раз в эти же кустики мы прячем объекты фейк-кладов. Наши ловушечки. Две штучки близко друг к другу, как у настоящего клада. Обратите внимание, они находятся под текстурами. Поэтому отмазка в духе, да я там что-то увидел, какой-то замочек лежал, решил проверить. Если здесь не прокатит, я спрятал их достаточно глубоко. Не, Рич реально, Рич просто подставу сейчас делает веках. Опять встаем в невидимку. И что же сейчас будет? Напомню, что ни один с десяткой игроков за целый час не забежал в эти кусты с лопатой или с маской, чтобы сразу копать или чекать. Итак, первый игрок, и ему сразу сходу получается респект, потому что он чекнул и спокойно поехал к следующей точке и ее тоже чекнет. Обалдеть, такие еще, оказывается, существуют. Лайк, если играете без читов. Лайк, если играете. Лайк, если играете на Аризонару или Плейфеникс. Вводите мой никнейм Данте Коннор. А также мой промокод хэштег за ДСВ. Все информации в описании. С читами. А сейчас я покажу вам, как подъезжают люди с читом ВХ накладок. Вот он подъезжает на машине, вместо того, чтобы как все. И вот все остальные игроки просто спокойно чекали и уезжали. А он даже не заехал в кусты. Надел маску, вышел и пошел туда уже пешочком. У него 200 доната. Это 21 уровень. Четвертый ранг ЛКН. Есть аксессуарчики неплохие. А еще у него есть маврик и буллет. Подъехал второй чувачок и пытается надеть броню. А этот заглянул в карман и неужели сейчас лопату достанет? Неужели. Пишет ему, что выпало. Они не сомневаются, что тут клад. Но вот у этого второго, вот у этого, который спросил, что выпало. Скорее всего нету чета, потому что он спрашивает, что выпало. А это значит, что он думает, что первый чел открыл клад. А в случае с читом у него бы до сих пор горел бы рендер клада. Вот эти полосочки. Офигеть. А вот первый тихо получает. Что за читы наклады-то? Я ничего не понимаю. Пацаны, ну блин, очень сложно. Ничего не понятно вообще. Что происходит? Бан. Его буллет пустой остается здесь стоять. Я всем им буду давать тихий бан, чтобы не спугнуть следующих. А банов мы выдадим очень много. Смотрите, какие ребята-грувцы. Они аж прямо оттуда что-то увидели, унюхали какой-то клад. Аккуратненько подкрадываются, подъезжают целенаправленно. Обратите внимание, что его пассажир спрашивает, что сюда приехали. Он не понимает, зачем водила сюда свернула. Из этого я делаю вывод, что никакого чета, ВХ наклада у него нет. А вот водила. И водила пишет ему, чекни, ВК, фастом. Они оба ушли в ВК. Предполагаю, что в этот момент водила написал пассажиру, что там лежит клад. А водила это у нас, между прочим. Есть донат. 47 уровень. Четвертый ангрул стрит. Титан випка. И совершенно верно, пассажир пишет, где и бегает поблизи сжачем кустам. У него нет никакого софта. Но совершенно очевидно становится, что написали ему в ВК. И он побежал туда. Забежал, ищет, рыщет по кустам. Пассажир пишет, нет тут клада никакого. Здесь была бы горочка, было бы видно. А это все ищет, рыщет. Потому что он видит не клад, он видит нашу ловушку под текстурами. Заглянул в карман. Неужели сейчас достанет лопату? Неужели? Получает бан за чит на поиск кладов, а пассажир нет. Вот пример человека без софтов. Заехал в кусты, посмотрел, что там ничего нет. И поехал себе спокойно к следующей точке. А вот у нас подъезжает любитель поискать клады с читами. Заехал прямо в кусты. И по идее он не должен был там ничего увидеть. Там ничего нет. Он прочекал, должен был ехать дальше, как предыдущий. Но нет, он заглядывает в карман. Выходит из машины, надевает маску, маска. Ну и совершенно верно, он выходит из кустов с лопатой в руке. Получает бан. Вот тут, конечно, неоднозначный случай, чувачок. Ну и Ричи красава, нет, 23 тысячи. Ну это, наверное, недавно еще видос вышло. Я думаю, что нормально, это свои 30 тысяч на берет. Ричи приезжает просто выламывается отсюда, через какие-то заборы. Приезжает, едет целенаправленно сюда. Даже выходит из машины. Быстренько прочекает. А у Ричи тоже эти читы, он тоже читер, офигеть. Усты не достает ни лопату, ни маску, абсолютно ничего. Второй уже подумал, что он нашел тут клад и начинает по нему дымить. Но они оба быстренько уезжают. А, Ричи, вы прикиньте, Ричи поверх озвучивает. Ой, лучший. Здесь я ничего выдавать не буду. Блин, красавчик. Еще один дружок целенаправленно едет к нам. Даже еще не зашел в кусты, уже выходит из машины, сразу же бежит. Такое чувство, что он поверх озвучивает. Да, пешком. Достает лопату из кармана. Вот она у него в руке сразу появляется. Ну и как бы какие тут все сомнения. Его даже спрашивают, ты что тут? Что ты тут делаешь? Тут пусто. А он с лопаты тут торчит, что-то копает. И тут я вышел из инвизы подойти, поугарать. Сказать им, что он тут ищет. А он берет и уфается. Самое забавное, что он релогнулся. И как ни в чем не бывало, продолжил кататься по точкам, искать клады. Ну и получает свой заслуженный бан за чит на поиск кладов. Но есть еще категория очень наглых читеров, которые ищут клады. Один из них, посмотрите, Варнинг пришел на Диму Сантафе. Он за 49 секунд после входа в игру добрался до клада. Дима Сантафе это 37 уровень с премиум вивкой. Он только входит на сервер, берет лопату в руки. И красивенько стартует, начинает свой полет. Получает бан. Или, например, вот такой игрок, который катается от клада точки к точке. И вдруг внезапно начинает вот так вот лететь. Прямо через всю карту, через текстуры. И, разумеется, он тут же тоже получает бан. Луис Гамбина открыл первый клад спустя минуту в игре. И после этого тут же уфается. Он перезаходит, берет в руки лопату, надевает маску. И решает, что слишком долго добираться честным путем. И просто... Офигеть, не, ну просто читак кончен. Вообще реально ужас. Точку карты. Вот сюда. И еще один кладменчик, который у нас приедет под картой. Ищет клад, быстренько едет по всем точкам. 25-й левел тоже запросто. Может летать вот так вот под картой, искать заветные кладики. Или даже не под картой, а прямо по небу на своем мотоцикле. Имея 400 доната, NRG, Inferno, Diamond Vip, аксессуары. Это его абсолютно не смущает. Он ищет клады. Достаточно быстро добирается до одного из них и получает бан. На 2000 дней. Все? А Ричи даже не попрощался, ема. А я попрощаюсь, ребят. Аризона, рулиплейфеникс, айпят, а также мой никнейм Данте Коннор, также мой промокод, ноутоксик54. И все прочие вещи, которые могут вам пригодиться, они находятся в описании данного видеоролика. Поэтому заходите, все понимаете, то, что вообще может быть и так далее. Спасибо за просмотр. Пока и до свидания. И всем пока. И в описании как бы заходите. Там все будет. Ричи, респект. Ричи, респект.